То, что вы предоставили нам сейчас, даже не имея аналитической вашей пояснительной записки. Все показатели у вас, не все, нет, в основном, многие показатели, я сейчас их назову, они идут с большим таким отставанием, хотя осталось уже времени на исполнение немного. Например, целевой индикатор номер 2, удельный вес молодых граждан, проживающих в городе Назарова, вовлеченных в реализацию социально-экономических проектов города Назарова. У вас показатель откорректированной программы 23, не знаю, что это, человек или что, непонятно, процент. И на сегодняшний день 15 выполнено, да? Далее, следующий, удельный вес благополучателей, граждан, проживающих, получивших безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов. 33, 25 показателей. Ну и далее, прямо, ну, серьезные такие есть показатели. Удельный вес молодых граждан, проживающих, вовлеченных в добровольческую деятельность. 4, 5 показателей исполнения 2,8. Перевелись добровольцы и патриотическая деятельность. Это вообще, почему такие показатели? Перевелись добровольцы, патриоты? Не всех учебных. Можно вам пояснить? Давайте, если что-либо, давайте. Ну, коллеги, учет задеет. Мога тут 30 сентября, учет 9 месяцев. Сполные показатели извиты за период, ну, точные данные за 6 месяцев, 9 месяцев, да? То есть, это статистические данные, не совсем актуальные. До конца года все показатели будут выполнены. Потому что сейчас начался с сентября учебный год, и в годы большое исполнение показателей будет выполнено за счет воспитанников, учеников и студентов образовательных учреждений. Ну, тут, конечно, отчет за 9 месяцев, а за 6. Ну, у нас по постановлению, я не помню сейчас, реквизиты для нового постановления до 10 ноября. Мы за кассовое исполнение, в том числе статистические данные, до 10 ноября учитываемся за 9 месяцев у нас. Если помните, те годы мы по итогам 9 месяцев, отчетность предоставляли на комиссию ТОС, уже представляли новую программу. Вот сейчас просто, видимо, что-то скорректировали дату защиты. Непонятно, вы ответили. Ладно, я хотела уточнить, вот вы, поскольку, как руководитель молодежного центра, скажите, пожалуйста, назовите одно-два мероприятия, которые вы считаете, что вот так прям повлияют на показатели, в разрезе каждого показателя. Вот патриотическое и, вот назвала я сейчас по волонтерской работе, вот что вы считаете, вы же знаете план мероприятий, утверждаете планы мероприятий. Назовите мероприятия, которые вот поспособствуют. У нас в сентябре месяце, в октябре месяце проходило большое патриотическое мероприятие, муниципальный этап в Сибирске, это война патриотическая игра. То есть проходило в рамках межреженственного взаимодействия. Муниципальный этап проходил Назарскому граждану техникуму. А зональный этап, краевого этапа проводился в парке Березового Роща, в школе Олимпийского резерва. Это вот эти показатели на данный момент не учтены. Также у нас сейчас в ноябре-декабре месяце запланировано мероприятие в рамках направления Добровольчества. Это у нас также реализация субсидий ресурсных центров Добровольчества и Доброслет, который пройдет 3 ноября. И декабря, первая декабря, также у нас запоминано церковь мероприятия, направлено на Добровольческую деятельность. И основное, основное... Да, прослет и Сибирский щит, вот эти показатели, все участники. Да, и буквально... Сибирский щит, там было сколько команд у нас? Школьники. Вторая школа, я знаю, у нас была. Вторая школа, а у нас подходил, когда мы, когда муниципальный этап на базе Назарского районного техника участвовала в команду, у нас в 12-м году. И буквально вчера, вот, вот, большая делегация работала на территории, да, представители агентства молодежной политики, представители управления образованием, представители отдела культуры, работали. КДК «Энергетик» на базе 4-й школы Назарского районного техника. Запланировано большое мероприятие, это 3-й, 4-й, 5-й ноября. У нас запланировано за нами этап нового алкаватора. Это большой проект, который у нас не проводился с 2018 года. В таком именно формате проводилось, в формате кейсового чемпионата. Сейчас возвращаемся к старому формату, порядка 500 человек нам привыкли на нашу территорию, всей западной группы территории края. И также я уже, как сказал, 3-й ноября у нас такая доброслёт. Что увеличит показатели по всем направлениям флагманских программ молодежной политики. Мы сюда привыкаем наших, помимо наших участников, 60-80 человек у нас заявлено. Будут работать волонтёры, порядка 30-40 человек. Ну и в любом случае это зрители, которые потом будут вовлечены в добровольческую деятельность, в патриотическую деятельность, в направлении молодежной политики. Ну вот, а сибирский щит, он проходил только среди возрастной категории до 18 лет? Нет, нет, до 25 лет. Вообще до 35 лет была вторая возрастная группа, была возрастная группа 16-18 лет и 19-25 лет. Но наши-то Назаровцы были? Наши Назаровцы были, участие принимали в официальном этапе, школа номер 2. Нет, я про старшее. Вы сейчас только сказали, до 35 лет я и спрашиваю, кто был. Молодёжь, вот нам, как мы. До 35 лет команды не было. Но у нас сейчас запланирован еще в последний период большой проект, реализация проекта Лига рабочей молодежи, где мы как раз мы не реализовали работу именно с рабочей молодежью. Сейчас разрабатывается программа. Вы же это все знаете, да, как руководитель этого отдела? Конечно, ну, человек, как раз таки, представитель, сделал сколько можно в туристике, участвовал в составе работы делегации. А вопрос такой, где он вес, это сколько человек, ну, процентовку от скольки человек посчитать? Непонятно, процентовка есть, а сколько человек от кого считать? От количества. От количества мы более 13 тысяч человек. Количество молодых. Ольга Анатольевна, это вопрос не ответил, сколько молодежь у нас было. Вот, это есть формула, по которой считается, там точно. Вот, вот, 13 тысяч. Да, от количества молодежи. А вот абсолютно тогда показатели, это будет совсем чуть-чуть? Чуть не слышал. Ну, это проценты показатели? 2,4, это уже, у нас почти не посмотрите, что получается. 200, да, 200 человек. От 13 тысяч. От первой рази тысяч, да, конечно, 200, 300. Все там надо. Еще, коллеги, вопросы есть? Ну, на сегодняшний день понятно, что показатели пока программы не достигнуты. Руководство видит, каким образом достигаться будут показатели. Есть мероприятия, за счет которых, видимо, реализуются по бюджету программы. Там тоже понимание есть, что...